Светлая душа Мы в Солигорску с нагодой доброченной акции «Мы разом», якую проводить Слудско-Солигорская епархия. У гэтый день по усюлю православных храмах узгадывалось евангельское читание про вылечения Христом слепого однороджения человека. Про духовный сенс этого евангельского свечения казал у звороте доверников епископ Слудский-Солигорский Антоний. Святитель Николай Севский, рассуждая над этим евангелем, говорил, что в мире будут жить и слепые, и глухие люди, люди, одержимые другими недугами, до тех пор, пока будут люди, глаза которых вроде бы видят, но не видят Бога, и до тех пор среди нас будут болезни, пока человек не пробудится от греха. И он будет видеть людей с изъянами физическими, для того, чтобы понимать, что каждый человек и слеп, и глух, и обездвижен своими собственными грехами. И Господь говорит, что это гораздо страшнее иметь слепоту по отношению к Богу и глухоту по отношению к слышанию Слова Божьего, чем иметь какое-то болезнь или физическое изъян. Для Бога не важно, как выглядит человек, есть в нем болезнь или нет в нем болезни. Бог видит в нас веру, потому что только через веру мы можем общаться с Богом. Мы общаемся с Богом через наше сердце. Вспоминая Пятидесятницу, мы думаем о том, а на каком же языке говорит Бог? Но это ни русский, ни белорусский, ни греческий, ни латинский, ни еврейский язык. Но Бог говорит на одном, понятном каждому человеку языке. Это Божий язык. И этот язык воспринимается не звуком, а сердцем человека. И среди святых очень много больных людей, которые говорят, и слепых, и глухих, и прокаженных. Но для Бога не важно, какая тема у человека. Для Бога важно, какая у человека душа. Поэтому нет такого изъяна в человеческом теле, и нет такой болезни, которая отделила бы нас от Бога. Но напротив, мы говорим, что сила Божия, она в немощи совершается. Вы можете видеть все, что вас окружает, но вы можете быть слепыми в видении проблем у других людей, в видении своих грехов, в видении Бога. И вот эта духовная слепота гораздо страшнее слепоте хризиологической. Но христианин имеет еще духовные почки. И вот эти почки наши духовные, они всегда должны быть открыты на то, чтобы видеть наши грехи, чтобы видеть в наших ближних образ и подобие Божия. И сегодня у нас паломники из Минска, которые приехали помолиться в наш храм. Увидим, где есть проблемы со зрением. Мы сегодня сугубо за них молимся. Пусть Господь хранит нас во всякой болезни. Мы просим Бога здравия. Не для того, чтобы грешить, но для того, чтобы творить новые дела. Гость из Минска, про яких узгадывал у Ладыка, это детки из инъюзивного хору «Радость души», что приехали со своими батьками. Адметность коллективы у тем, что спевают им и звычайные дети, и маленькие артысты со слабым зроком, и наогл с его отсутностью. Разом с батьками они побывали на литургии, а потом отбылась со встречи со Светланой Анатольевной Сянько, старшиней Минской областной организации белорусского товарыства инвалидов по зроку. Прошли практичные занятки по этой ци суправочэнне деток за инвалидностью. А далее все скеровались у Чижевича, где находится один из дауних храмов в Беларуси, царкове Пакрова Богородицы, больше за 200 годов. Неколи яна была по будавану вёста Чижевича, якая вышла в городскую мяжу. Минавета тут служил и услалил землю Солигорчаны святар Иоанн Панкротович. Яши про его жити храм у Чижевича зачынили, айца Иоанна расстреляли у 1937-м, за то, что сбирал подписы за узнавление на баженство и закликал людей подчас перепису насильництва вызнавать свою веру. У церкви службы одновились в военный час, и пасля храм не зачынялся. При Свято-Пакровском храме ведется активная миссионерская работа и отбываются доброчинные акции. У другий раз хор «Радость души» приехал сюда с концертом. Можно сказать, что и он подаровал месяцам свято со встречи с мастацтвом. У свою чергу маленьким артыстам Солигорские филиалы Слудского сырорубшего кабинета и Борисовского хлебозавода пропоновали свои прысмаки. Гастя из Минска витал дитяши хор Васильки Солигорской школы мастацтвов и настоятель Свято-Пакровского прихода про Таирей Миколай Лабенько. Сегодня все наше мероприятие будет посвящено тому, чтобы мы друг о друге задумались о том, что есть счастье, а есть несчастье. Есть здоровье, а бывает так, что иногда здоровье не совсем крепкое, не совсем сильное. И есть детки, которые рядом с нами нуждаются в помощи, а есть детки, которые могут помочь. И, конечно же, вот эта вот взаимосвязь очень важна о том, чтобы человек, взрослый человек, понял, для чего ему дана эта жизнь, для чего даны ему здоровье, для чего даны ему таланты, которые Господь наградил. Мы много будем о чем говорить и языком музыки. Но мне хотелось бы сегодня, чтобы мы в первую очередь послушали наших гостей, которые сегодня наполнили наш духовно-посвятительский центр древнего Покровского храма. Субтитры создавал DimaTorzok У хора Васильки спевают самые маленькие добученцы солигорской школы мастатства, у вторым схармайстром Татьяны Кондрашовой. Васильки – такое красивое название. Мы долго думали о костюмах. Когда нам представилась такая возможность прийти в нашу калинку, и нам приставили все экземпляры, мы увидели вот этот замечательный цвет Васильков, потому что это все-таки и наш белорусский цвет, символизирует нашу Белоруссию. Когда мы пошли костюмы, мы подумали, почему бы не Васильки? У нас есть второй хор, который старший хор, образцовый. У них название «Крыничка», а у нас Васильки. Нашим Василькам всего лишь 5 лет. Но мы набираем такие успехи, что в этом году мы рискнули съездить на международный конкурс, как звучит Москва. И мы заняли там первое место. Поэтому мы гордимся своим коллективом. Мы маленькие, у нас только учащиеся вторых, третьих классов. Потом дальше они переходят в наш образцовый старший хор «Крыничка». Мы выступаем на различных площадках. В Солигорске вообще мы везде и всюду. На различных мероприятиях. В этом году мы съездили в город Минск, на международный конкурс «Новые вершины». И съездили в город Дзержинск. Ну, судя по количеству детей в хоре, школа большая. Очень большая. На каждом отделении свыше 100 учащихся. Наверное, было интересно послушать деток вот этих, которые приехали из Минска. Очень. Я впервые за свою долгую творческую жизнь я находилась на таком концерте. И, конечно же, без слез это не обошлось. Потому что это действительно... Подвига детей и руководителя. Да. Свое уражение Татьяна Кондрашова выказала про выступление инклюзивного хора «Радость души» из Минска. Татьяна Кондрашова «Радость души» из Минска. Татьяна Кондрашова Хор «Радость души» объеднал удруженный коллектив «Радость души» из Минска. К нам подошли люди и сказали «Спасибо вам большое, вы доставили большую радость для нашей души». И вот нам это так понравилось. Мы решили, собственно, так и называться, и нести радость людям своим творчеством. И на сегодняшний день в нашем коллективе около 50 ребят, где половина участников – это детки с нарушениями зрения, половина участников – это дети из разных учебных заведений города Минска. Такая особенность хора, казалось бы, может быть, был сложный момент, но он послужил на какую-то пользу действительно делу. Наверное, дети зрячие, они видят проблемы незрячих, а незрячие дети имеют помощь от зрячих детей. А вам приходится это всё как-то налаживать? Трудно, но если бы не было бы трудно, не было бы так интересно. Я на самом деле для себя учерпываю в этой работе большой опыт жизненный. Во-первых, я сама мама, я воспитываю своих детей, и моя дочка ходит в этот хор. Для меня очень важно, потому что она получает такие уроки милосердия, которые она не может получить в современной школе, где дети не видят, что есть рядом с ними детки с какими-то проблемами жизненными. У них просто нет такой возможности проявить своё чувство доброты, помощь по отношению к кому-то. А вот в этом коллективе эти дети такую возможность имеют, и они очень благодарны друг другу. А детки, которые с нарушениями зрения, они действительно также обогащают свой опыт общения. Социальная реабилитация происходит в полной мере. Они много нового узнают от сверстников, то, куда они не могут сходить, чем они не могут позаниматься. Кроме того, у нас стирается абсолютно возрастная граница. У нас в хоре возрастной состав участников от 6 до 26 лет. Незрячему певцу 20-летнему, ему всё равно, с кем он общается, с 5-летним зрячим. Он от него очень много черпает. И вот это тоже такой очень удивительный момент. Наверное, такой момент тоже даёт возможность хору больше выступать. Большая часть наших деток в коллективе, к сожалению, родители не имеют возможности их выводить часто в театр. То есть они в каком-то таком своём закрытом чаще всего мире в свободное время находятся. Вот эти возможности выезда с хором, концертные поездки, это такая для них мощная сила. Вот они открывают мир для себя. Потому что после школы они не сидят дома, а они идут на репетиции. Их везут, конечно, но тем не менее. Мы выезжаем в разные города. И я понимаю, что нашему коллективу надо гастролировать, ездить и выступать больше, потому что это целый мир для наших детей. Откуда приятный и нежный тот звон? ПЕСНЯ Трабола, я прежде нигде не слыхал. Её стихуру «Радость души» своя зорочка Марьяна Бабич. Девчонка играет на скрытце флейте и мая отмирный голос. Всё встало вокруг голубым и зелёным, В ручья забурлила, запила вода. Вся жизнь потекла, повесели в законах. Теперь от любви не путили куда, не путили куда, никуда. Любовь от тебя никогда не отпустит, Под карты по ножкам, поют соловей. Любовь никогда не выпустит, Без грусти, но это придёт ничью грусть без любви. И встречи реки, и две девушки, дать вам, И взгляды тревожные, и встречи пари, Вся жизнь потекла, не путили куда, не путили куда, не путили куда, не путили куда. Над except machege ditevęty, Не путили куда, не opportunity, Т� puisingCommgan Poor My hold lại На always pessoa без любви. Любовь не погнала, не путили куда, не путили кто, не путили куда, не путили куда, не путилиzte на верою. Любовь никогда не впустит, от забывати, не пустит, Любовь никогда не выпустит, Любовь говоря под ineffective, не путили куда, не путили куда, не путили мая причатит, Любовь, не путили куда, неyllно Netany O teper, не путили куда, а mer τ Колехи, Хируөа с папина и Левицкой Куре ПЕСНЯ ПЕСНЯ Почему еще обратила внимание, что вы выставили в службу с мальчиком? Да. Это, наверное, в правилах вашей семьи? Практически, да. Ему нравится ходить на службу. Мы часто ходим в церковь Петра и Павла, кафедральный собор. По возможности посещаем. Недавно были в Жировичах. Сам читает молитвы. Он такой у вас лучезарный, улыбающийся и очень талантливый. Играет на пианино, на аккордеоне, сочиняет музыку. У него уже четыре произведения своих есть. Хочет быть музыкантом? Да. Он пока на школе учится? Да. Четвертый класс заканчивает. А сколько ему сейчас лет? Одиннадцать. Вам здоровья, ему здоровья. Спасибо большое. Стать человеком, который будет радоваться. Как сегодня он порадовал. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ Батьки – активные удельники хора «Радость души». На концерту в Солигорск яны везли деток великой аутоколонной, как поделить радость вандровке и святотворчестве разом со своими детями. В Солигорске было очень интересно. Во-первых, не все дети ходят в церковь и вообще интересуются этим. Поэтому нашим была очень интересна церковь посетить. Много людей поехало, мы сами не ожидали, что столько с Минска, нас столько человек будет. И зрителей было сравнительно много. А вообще вот музыка для моего ребенка, она раньше ходила в музыкальную школу, а после того, как стала ходить на хор, для нее сейчас самое главное – хор. Елена Ивановна, она готова за ней везде бежать. Как бы там плохо она себя чувствует, неплохо, она все равно. Каждую субботу, как положено. В воскресенье надо выступать, больные, не больные, мы все равно едем. Поэтому для нас это важно, для ребенка это важно. Когда мы пошли в музыкальную школу, она сразу начала заниматься вокалом. Она где-то там подняла на ней голос, но все ее вот так, рты раскрывши, все слушают и все ее понимают. Даже какие-то моменты, говорю, Доминика, неужели ты понимаешь, что там надо где-то там, чтобы в голове звенело, да, мама, я знаю, я понимаю. И все как воробушки такие, посмотришь на них. Просто любят этого преподавателя. Ну, мне тоже вот к мамам хочется обратиться, сейчас в компьютерах, в интернете. Вот вы, наверное, тоже решили как-то отвлечь их или они сами захотели. Посоветовала соседка прийти. Нас Елена Ивановна прослушала, сказала, что в принципе можно попробовать. Мы сначала начали с маленького хора, там, с детского. И вот буквально, наверное, через полгода она нас предложила в хор «Родость души». Для нее сейчас вокал, даже вот пение, вот это, конечно, номер один. Ну, после этого мы поступили в музыкальную школу, решили продолжить это все. Конечно, очень интересно ей. Ваши дети зрячие, да? Да, зрячие. Приходится с незрячими быть вместе. Первое время, когда мы только пришли, когда Арина, например, не сталкивалась с незрячими детьми, она не видела их. Для нее, конечно, был немножко такой шок, что как вот есть такие дети, которые они не видят. Она, конечно, первое время пришла, сказала, что я, наверное, не понимаю, мама, как это вот мне ходить. Был такой случай, что я говорю, дети плохо видят, она говорит, мама, говорит, они неплохо, они как бы незрячие, они мои друзья. Вот еще когда мы походили в лагерь, когда вот все вместе, настолько сплотило это все. Поэтому для нее теперь нету такого, что вот она не зрячая, что вот я не буду с ней дружить. Они как общаются? На равных? На равных. У нее появились друзья, вот подруги. Да вы тоже наблюдаете этих детей, поскольку сопровождают их. Они чем-то отличаются своим внутренним миром? Они совсем другие дети, потому что, понимаете, когда у ребенка главное видеть, ну, желание видеть, это, конечно, многого стоит. Наши дети, они этого не понимают. У них есть все. А для незрячих детей самое главное желание в жизни, не компьютеры там, не там какую-то там новую игрушку, а для них главное видеть. И к ним более душевно относишься, как-то стараешься помочь, поддержать. Очень хочется какой-то свой вклад вложить вот в это все. Они как-то выступали где-то, и ему доверили, вот после выступления ты кого-то из незрячих берешь за руку и уводишь. У нее заметили, что вообще такое сопровождение друг друга. Да, и это тоже, видимо, сказывается на их взаимоотношениях более дружественных. Вот он мне пришел потом домой и говорит, мама, ведь они же вынуждены доверять тому, кто их ведет. И это вот для него было огромной такой ответственностью, большой радостью, что ему это доверили. Он с этим справился, и на самом деле и детки, я думаю, тоже, которые лишены возможности видеть, для них это тоже большая радость, что они чувствуют поддержку детей. Ну, для них они тоже другие. То есть у них есть свой мир, у детей, которые видят свой взгляд. Здорово, что они могут общаться, действительно, есть что-то общее, что для них абсолютно одинаково. То есть музыка и пение. В равной степени поют и те, и другие. Дум, дэ-ду-м, 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 д ПЕСНЯ Мы протягиваем размолы с героиником хору Аленой Ивановной Масловой. Родители на самом деле сами так рады поучаствовать в этих поездках. Мне приходится уговаривать. Дети с такой радостью что-то узнают новое. Кроме того, прекрасная организация этой поездки. Это и экскурсии, это и совместная трапеза с напутственным словом. Это напутственное слово важно как для детей, так и для их родителей, и для педагогов. Это всё очень обогащает, это всё сближает. Вот эти совместные поездки — это такая сила сплочённости в коллективе, действительно, как большая семья. И когда родители вместе с детьми участвуют во всём этом, у родителей создаёт ещё дополнительная возможность в этом суетном нашем мире пообщаться с детьми, даже во время дороги, что-то увидеть, что-то показать, что-то рассказать. И, конечно, они тоже благодарны коллективу, что есть такая возможность. А кроме того, если это поездки с таким большим духовным образовательным началом, ну, это крайне важно. Это не то, что дети сидят в компьютерах или смотрят телевизор с непонятными, скажем так, программами, что совсем не обогащает внутренне наших детей. А вот когда есть такая возможность, и приобщиться к духовному, к высокому, конечно, мы воспринимаемся это с большой радостью. Есть у вас какие-то вот такие контакты и какие-то концерты, которые проходят совместно с церковью? У нас вообще это такая большая практика уже сотрудничества на протяжении всех лет. Мы выступаем с детьми в воскресных школах, различных приходах города Минска. Была большая и остается работа с Домом Милосердия, с приходом всех скорбящих радость. Есть у нас в Минске храм священномученика Владимира Хираско для незрячих людей. И мы там тоже выступаем, дружим. Будем выступать на фестивале, который организовывается в храме Николая Японского. То есть у нас вот эта сотрудничество с Белорусской Православной Церковью налажено, усиляет силу, уверенность в наших детей. И это то, что мы потом несем другим людям. У першинил Солигорскую вандровку хор радостьюши захопил талисман, який зарабил его маленький артист Рыгор Порубыл. Поскольку здесь изображен наш хор, я, как руководитель, вот даже тут с крыльями и даже нимбом, здесь показаны люди различных профессий. Футболисты, причем автор подчеркнул, что это российские футболисты. Видимо, им особое вдохновение нужно. Дальше здесь ученые, учителя. К сожалению, не поместили здесь другие профессии. Но задумка была такая, что творчество нашего хора вдохновляет людей разных профессий на какие-то свершения. Правда, Гриша? Да. Кого ты здесь еще хотел изобразить? В принципе, никого. Ты уже всех кого-то изобразить хотел, да? Да. Хотя было, но я изменяла. Творческая, так сказать, фантазия все это преображала. Ты сразу сказала, что это будет талисман хора. Да, сразу сказал. А ты сам придумал такое, да? Да, что это. Ездите с этим? В этот раз впервые. Потому что 3 мая только был готов. О! Ну а ты вообще лепишь не только это, да? Вообще лепишь сам? Да. Будешь скульптором? Угу. Хочешь быть скульптором? Да. Творческий человек. Да еще в хоре поет. Хорошо поет? Ой, пааа. Григорий старается. А на отчетном концерте хора Гриша даже будет петь в составе солистов-мальчишек песню о трубаче. Это не он вопрос задавал? Нет. Другой. У вас такой любопознательный мальчик есть? Паша Петручук. Он очень толковый вопрос задавал? Да, очень. Потому что он парень, интересующийся различными сферами жизни. Его интересует и спорт, и искусство, и космос, и физика, и математика. И что его только не интересует, он глубоко смотрит в корень вопроса. Иногда задаст такой вопрос, что взрослые еще и подумают, как ответить. После концерта маленьких артистов шагал пачастунок. А отец Миколай, который обязал отказать на все вопросы, больше всех отрывал их от теканого хлопчика Паши Петручука. А бывает такое, что батюшки ошибся при молитве. Это больше грех, чем обычный человек. И что делать саду? Конечно же, священник ошибается. Как только в молитве ты начинаешь думать о другом, нежели о молитве, Всегда сбиваешься, потому что в церкви, как и священнику, так и простому прихожанину, Необходимо думать о Боге, об исправлении своей жизни. Ему грех меняется больше, нежели простому прихожанину, который тоже стоит рядом, зимает и мечтает. Поэтому священники всегда отбираются в люди, которые бы не только получили образование, Но в которой это идея, желание отмолиться и посвящать всю свою жизнь подвигу церкви. Ну вообще концерт был удивительный. Я думаю, что первый раз, ну это было знакомство. А сейчас это уже такая дружба, и мне кажется, она будет продолжаться. Я уверена, что у нас это такая творческая дружба будет на многие годы. Безумовно. Доброчерная акция «Мы разом будем иметь протяг». Бой милосердность – одна из головных доброт на свете. Безет молитва нестина, Ее все выше не услышат, Пока жива душа и дышит. Творите добрые дела. Творите добрые дела. АПЛОДИСМЕНТЫ